Всех приветствую. Недавно прошла пресс-конференция Путина, где Владимир Владимирович отвечал на вопросы журналистов. Но мы здесь о политике говорим редко, поэтому сегодня речь не об этой конференции, а об одной частной любопытной истории, которая была с этой конференцией связана. Мысли вслух. Есть у нас ребята православные, ну как, ребята, девчонки, организации, которые занимаются темой противостоянию абортов. И темой помощи молодым семьям. Ну, можно сказать, в общем, проблемой демографии. Вот они очень хотели озвучить вопрос, как раз вот и об абортах сказать, и о поддержке молодых семей. Но понятно, что время конференции не резиновое, и вряд ли у всех журналистов получится задать свои вопросы. Поэтому они что сделали? Они решили, если им удастся задать вопрос, дать обет трезвости. Просто действительно такой интересный момент общения с Богом, да, когда человек что-то просит у Бога, и говорит, Господи, если ты мне это дашь, я вот сделаю то-то и то-то. Ну, например, просит у Бога хорошо устроиться на работу, успех в покупке жилья, вот, и говорит, Господи, а я за это вот сделаю то-то и то-то. Очень часто, например, предлагают, говорит, Господи, я вот крестным ходом за это пройду, или как в этой ситуации, вот я, Господи, приму обет трезвости. А иногда, например, в обратном порядке, да, например, Господи, а давай я пройду крестным ходом, а ты мне пошлешь за это хорошую жену, например, да. Потому что, ну, ясно, что у всех молодых людей эта тема, наверное, волнует, да, в наше время православному человеку или православной девушке найти вторую половинку порой бывает непросто. Но, опять-таки, как пример, просить можно на разные темы. Просто хотел в этом видео напомнить, что есть такая практика, которая идет еще с Ветхого Завета и работает по сегодняшний день. Ребята вот все-таки задали вопрос Владимиру Владимировичу и нашему одному трезвеннику звонили, там, как, 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 что теперь делать, как, куда ехать, как принимать обет трезвости. То есть вот такой интересный нюанс, связанный с той пресс-конференцией. А с вами был ермонах Александр Митрофанов. Ну и, как всегда, если хотите поддержать проект, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, ставьте лайки. До встречи в эфире!